Добрый день, коллеги! Меня зовут Владимир Горчаков, я слушаю директора компании Rite Europe, независимого рейтингового агентства из Франкфурта на Майне. Спасибо вам за присутствие на нашем седьмом вебинаре Rite Sustainability. В сегодняшнем вебинаре мы будем обсуждать особенности ответственного банкинга в России и в мире, в том числе роль банков в устойчивом развитии, международные инициативы и стандарты, которые важны для банков, а также некоторые инновации в регулировании финансовых рынков, которые затрагивают банковскую сферу. Наш сегодняшний регламент следующий. В начале около 15 минут будет моя обзорная презентация, и сегодня у нас гость, спикер Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда «Дикой природы России», который расскажет об уникальном на сегодняшний день исследовании практики ответственного финансирования в российской банковской системе, после чего у нас останется время для ответов на ваши вопросы. Итак, коллеги, я начинаю нашу презентацию. Надеюсь, у всех слайды переключаются достаточно быстро. Итак, я постараюсь очень кратко осветить основные международные инициативы и стандарты в области ответственного банкинга, те продуциальные нормы, которые появились в последнее время в европейских и других странах, инициативы в области «Зеленых кредитов», и очень кратко расскажу о нашем опыте работы с банками в сфере ответственных финансов и о продуктах нашей компании. Во-первых, начну с того, как нам видится роль банков в сфере устойчивого развития. Мы смотрим на банки как на один из ключевых элементов системы «Зеленых и ответственных финансов». Справа вы видите часть, связанную с различными «Зелеными» ответственными долговыми продуктами. Здесь банк может выступать и как имитент с «Зеленых» или «Социальных» облигаций, и как организатор размещения таких бумаг. Ну и, само собой, банк может покупать такие бумаги, держать у себя их на балансе и оказывать прочие виды посредничества при выпуске ответственных финансовых продуктов. Помимо этого, конечно же, банк может заниматься социально ответственным финансированием, особенно это актуально, когда банк участвует в различных программах международных финансовых институтов и других институциональных инвесторов. Кроме того, банки могут выдавать «Зеленые» кредиты, о чем мы расскажем подробнее чуть позже, и внедрять различные механизмы и инструменты с тем, чтобы процесс кредитования заемщиков находился в росле ответственного финансирования, в частности, ограничивать кредитование определенных секторов экономики или устанавливать критерии, связанные с устойчивым развитием. Я остановлюсь кратко на основных инициативах и стандартах в особости ответственного банкинга, финансирования. Сразу хочу сказать, что количество стандартов и инициатив растет в геометрической прогрессии, и достаточно сложно сейчас осветить все из них, поэтому на нескольких слайдах я постараюсь, во-первых, остановиться на ключевых стандартах и инициативах и рассказать о тех, которые появляются в последнее время, которые на слуху у многих участников финансового рынка. Во-первых, многие участники наших вебинаров уже знают инициативы в сфере эмиссии зеленых климатических и социальных облигаций. Здесь ключевыми игроками являются две организации. Это Climate Bond Initiative и Международная организация рынков капитала, ИКМА. И международная практика такова, что значительный объем таких финансовых инструментов выпускается банковским сектором, в том числе различными банками развития. Во-вторых, это известные многим принципы экватора. В-третьих, это принципы ответственного инвестирования, подписантами которых является огромное количество компаний, в том числе уже несколько компаний, в том числе банков из России. И обращаю особое внимание на группу при Европейской комиссии. Это высшая экспертная группа по ответственному финансированию, которая уже несколько лет занимается разработкой ключевых нормативных актов, в том числе таксономии в области ответственного и зеленого финансирования в Европейском Союзе. Здесь вы также видите один из ключевых элементов озеленения и перехода к устойчивому развитию для финансовых систем. Это так называемая TCFD, рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, относящаяся к изменениям климата. Данная рабочая группа начала свою деятельность еще в 2009 году, но только в 2017 году были оформлены итоговые рекомендации группы. На конец 2019 года в группе 32 участника из числа крупных институциональных инвесторов, банковских структур и регуляторов. И основная цель данной инициативы – это разработка общих рекомендаций в отношении добровольного раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата. Надо сказать, что многие участники из Европейского Союза, в меньшей степени из России, активно занимаются изучением инициатив данной группы и в том числе координации усилий надзорных органов различных стран в повышении уровня раскрытия информации по вопросам изменения климата. В правой части слайда вы видите ключевые элементы рекомендаций по раскрытию информации. Все начинается с конкретных целей и показателей устойчивого развития. Вокруг них должна строиться система риск-менеджмента, затем стратегии и в целом практики устойчивого развития и устойчивого финансирования должны быть встроены в общие принципы корпоративного управления финансовых структур. Здесь вы видите достаточно широкий список международных инициатив и стандартов в области ответственного банкинга. Не буду останавливаться подробно на каждой из инициатив. Я знаю, что и некоторые участники этого вебинара даже присоединились к некоторым из них. Это и инициативы Организации Объединенных Наций, и группы G20, и различные инициативы крупных финансовых компаний. Могу от себя добавить, что такие инициативы в последнее время активно появляются на национальном уровне, и так как наше агентство расположено во Франкфурте, не можем не упомянуть кластер зеленых и устойчивых финансов Германии, который появился буквально в прошлом году, началось активное свое развитие. Он расположен здесь, во Франкфурте, на Майне, и в том числе его специалисты сейчас консультируют европейские и немецкие регуляторы по вопросам создания регулирования для финансовой сферы, связанной с устойчивыми финансами. Если попытаться систематизировать подходы регуляторов национального и наднационального уровня к сфере устойчивого развития применительно к финансовой сфере, то здесь мы можем говорить о двух магистральных направлениях. Первое направление, представленное на данном слайде, это повышение прозрачности и подотчетности финансовых рынков. Начинается все, безусловно, с различных таксономий. Они служат базисом для дальнейшего функционирования рынка, и если коротко, они, собственно, задают рамки, что считать зеленым, ответственным, а что нет. Достаточно много уже сказано и на наших предыдущих вебинарах, и мы можем сделать даже отдельные вебинары на эту тему. Это eutaxonomy for sustainable economic activities. Но, помимо этого, например, существуют стандарты Народного банка Китая определения зеленых финансовых продуктов, и мы надеемся, что подобные таксономии будут появляться и на других рынках, в том числе в России. Следующие два блока – это обязательства по раскрытию информации непосредственно участникам финансового рынка. Ну, здесь, как пример, приведено изменение в одном из французских законодательных актов, который обязывает конкретных участников определенных ниш раскрывать ИСЖ-аспекты, и ответственность инвесторов. Это уже касается непосредственно компаний по управлению активами, части национальных инвесторов, в том числе страховые компании, в определенных случаях компании должны проводить регулярный мониторинг и оценку своих портфелей на предмет соответствия практикам устойчивого развития, sustainability, green finance и так далее. И, наконец, четвертый пункт – это прозрачность непосредственно для клиентов, причем здесь речь идет непосредственно о, в российской практике это называется, неквалифицированные участники финансового рынка, то есть в основном люди, когда достаточно стандартная в Европе процедура – это определение своего частного пенсионного плана либо своей частной стратегии по вложению своих накоплений. В этом случае тоже регуляторы обязывают финансовые структуры достаточно четко указывать на различные ИСЖ-аспекты. Второй блок различных норм, которые постепенно внедряются на рынках – это непосредственно пронуциальные нормы центральных банков и других финансовых регуляторов. Здесь все инициативы можно агрегировать в три блока. Это требования к качеству корпоративного управления. То, о чем мы говорили на предыдущих слайдах – это внедрение оценки рисков устойчивого развития в все стандартные процедуры и политики финансовых институтов. В частности, здесь можно упомянуть официальные заявления Банка Англии как регулятора и относительно того, что банки должны учитывать риски изменения климата в своих внутренних политиках по оценке рисков. Во-вторых, это стресс-тестирование. То есть помимо стресс-тестов к основным финансовым рынкам постепенно добавляется еще и стресс-тестирование к различным рискам устойчивого развития и климатическим рискам. Здесь вы видите пример – это Национальный банк Голландии, который рекомендовал финансовым институтам оценивать влияние различных энергетических шоков. И, наконец, третий пункт, который сейчас наиболее спорный, я думаю, Михаил может потом добавить об этом пункте в своей презентации, это учет климатических рисков и рисков устойчивого развития в рамках требований к капиталу. Здесь существует два основных подхода – это Green Supporting Factor, то есть снижение ставки резервирования и, соответственно, коэффициентов по риску к наиболее экофрендли отраслям и заемщикам. И Brown Penalty – соответственно, ужесточение требований компании с высокой углеродной емкостью продукции. Но здесь возникают всегда справедливые замечания, что капитал прежде всего нужен для того, чтобы оценивать экономические риски, и иногда это может вступать в конфронтацию с рисками устойчивого развития, но поэтому этот вопрос находится в стадии дискуссии. И все три блока так или иначе покрывает Action Plan on Sustainable Finance, который выпустил европейский банковский регулятор в прошлом году, European Banking Authority. Пока этот документ стал таким первым всеобъемлющим материалом для изучения участниками финансового рынка Европейского Союза. Подробно остановлюсь на еще одной инициативе, которая нам кажется достаточно важной и, в принципе, уже применимой на развивающихся рынках – это «зеленые кредиты». Разработаны они были Loan Market Association в 2018 году совместно с большим количеством участников финансового рынка и при поддержке уже упомянутой нами ИКМА – Международной ассоциации рынков капитала. Во многом поддержка ИКМА и наработанные практики по зеленым облигациям привели к тому, что принципы зеленого кредитования в той или иной степени с определенной модернизацией повторяют ключевые принципы зеленых облигаций, которых многие уже знают. Это использование средств, процесс отбора и оценки проектов, управление средствами и подотчетность. Естественно, мы будем распространять, как обычно, нашу презентацию среди всех участников. Вы по ссылке на данном слайде сможете непосредственно ознакомиться с самими принципами. Важно упомянуть, что применяются они непосредственно к заемщику банка. Это важно, но я думаю, что в случае пилотных продуктов, конечно, появление зеленых кредитов потребует и вовлечения кредитора, самого банка в процесс, поскольку первые единичные кейсы, конечно, должны пройти при поддержке различных участников финансового рынка. Важно, что мы свою линейку продуктов для финансовых структур и нефинансовых компаний доработали в этой связи и также сейчас разработали проект по верификации зеленых кредитов, о чем я упомяну чуть позже. И мы готовы также в случае заинтересованности делать отдельный вебинар и на эту тему. В чем заключается наш опыт как рейтингового агентства касательно взаимодействия с банками в сфере устойчивого и зеленого финансирования? Практически по всем нашим продуктам так или иначе мы взаимодействовали с банковским структурой. В октябре 2019 года наше агентство присвоило первой в России ESG-рейтинг банку, это рейтинг Московского кредитного банка на уровне 3PP по ESG-шкале. Буквально через месяц, в ноябре 2019 года нами была проведена верификация первых в России банковских зеленых облигаций. Здесь имитентом выступил банк «Центр Инвест». В феврале 2020 года мы завершили верификацию выпуска первых структурированных зеленых облигаций в России. которые были выпущены специальным финансовым обществом «Русол-1». Средства данного размещения направлены на финансирование и рефинансирование проектов в сфере солнечной электроэнергетики. При этом организатором размещения выступал Совкомбанк. И я знаю, что коллеги также активно вовлекаются сейчас в тему устойчивых и зеленых продуктов. И, наконец, last but not least, в течение второго-третьего квартала уже этого года мы планируем сформировать базу данных ESG-отчетов по крупнейшим российским банкам. Это будет проводиться в рамках нашего большого проекта по Unsolicited ESG Reports. Здесь также вы видите ссылку. Сейчас в этой базе уже доступны отчеты по крупнейшим компаниям черной металлургии России. В ближайшее время появится сектор Oil & Gas. И, как я вам сказал, в течение второго-третьего квартала банковский сектор. Здесь вы видите всю линейку банков и регионов. Присваиваются на контрактное основе. И, конечно же, как рейтинговое агентство мы вовлечены в верификацию различных устойчивых финансовых продуктов. Сейчас эта линейка состоит уже из четырех блоков. Это зеленые облигации, социальные и устойчивые облигации и также новый продукт зеленые облигации. Я смогу ответить на вопросы, если звук пропадал и какие-то из данных продуктов заинтересуют участников вебинаров, пожалуйста, мы готовы и в режиме ответов на вопросы активно освещать, рассказывать о них подробно и уже в переписке. Ну и, наконец, все это объединяется нашей базой из-за отчетов российских компаний, о которых я подробно рассказал на предыдущем слайде. И, наконец, сразу хотел бы уже анонсировать следующий вебинар, прежде чем передать слово Михаилу Бабенко. 13 мая 2020 года, также в среду, в это же время, мы продолжим тему ESG-банкинга, и я уже могу анонсировать нового спикера. Это Лидия Симонова из банка «Центр Инвест», которые являются одним из пионеров и чемпионов ESG и «Гринбанкинг» в России. С практической точки зрения, я думаю, что вебинар с участием «Центр Инвеста» будет очень интересен для многих участников рынка. Теперь я передаю слово Михаилу Бабенко. Спасибо огромное, РАЭКС, за возможность сделать презентацию по нашему исследованию. У нас, на самом деле, две, наверное, такие темы. Это не только презентация того, что мы накопали в российском банковском секторе в части ответственного финансирования, но и нам важно объяснить, собственно, какую роль играет Всемирный фонд «Дикой природы» как природоохранная организация во всей истории, связанной с ответственным финансированием. У нас с одной стороны природа, с другой стороны, где там банкинг. Штука в том, что в какой-то момент мы поняли, что далеко не всегда можно решать природоохранные вопросы и климатические проблемы традиционными инструментами, как то создание заповедников, охранных зон, борьбой с браконьерами и так далее. Очень большую роль играет то, куда и как направляются финансовые средства. И в этой части, конечно, финансовый сектор обладает огромным потенциалом по перенаправлению финансовых потоков в сектора устойчивого развития. Примерно в 2016 году началось такое сильное движение в области зеленых облигаций, по крайней мере, наверное, в 2017, 2018, 2019 годах. Боюсь, что Российская Федерация побила все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству мероприятий, где так или иначе обсуждали зеленые облигации. При этом, ну, фактически нам похвастаться было нечем. История, по крайней мере, стала понятна более-менее и финансовому сектору, и регуляторам. Для нас же, поскольку мы в области ответственных финансов работаем, ну, по крайней мере, последние лет 12, наверное, мы самые старые, кто этим делом занимается в Российской Федерации, нам было важно посмотреть, а что происходит в таком огромном секторе, как банковский сектор. И мы, собственно, постарались сформулировать проблему или задачу и смотреть не на прямое воздействие банка, да, площадь, которую занимают офисы, выхлопы от автомобилей и так далее и тому подобное, мы хотели посмотреть на портфели. Мы хотели посмотреть на то, какие принципы в принятии решения у банков есть, насколько принципы устойчивого развития понятны банковскому сектору, какие есть практики, какие есть интересные истории. И именно поэтому мы в свое исследование по максимуму включили те кейсы, которые нам рассказывали банки. Естественно, нам важно было не столько отключить интерес от зеленых облигаций, сколько расширить сферу обсуждения, что такое ответственное финансирование и ответственный банкинг. Ну и, естественно, попытаться внести некую лепту в развитие зеленых банковских инструментов, которые во всем мире достаточно активно развиваются. На этом слайде я поставил 2016 год в качестве ключевого года. На то есть несколько причин. Во-первых, было выпущено два очень важных документа, которые были выпущены, наверное, крупнейшим управляющим активами в мире, это BlackRock. Одно из них касалось рекомендаций для инвесторов в части, какие вопросы они должны задавать объектам своих инвестирований про нефинансовые риски или то, что по-русски называется «ОСОКУ» – окружающая среда, общество и корпоративное управление. Это, собственно, про то, что инвесторам не только теперь важна доходность инвестиций, им важна история про то, что стоит за теми инвестициями, куда они вкладываются. Это нефинансовая часть, социальная часть, экологическая часть, управленческая часть и как инвесторы могут влиять на принятие решений. Второй очень важный момент, да, вот вы, возможно, видите такую маленькую иконочку с кучей всяких циферик, это скриншот Норвежского пенсионного фонда глобального. Дело в том, что в январе 2016 года это был первый пенсионный суверенный фонд, который принял решение о деинвестировании средств из угля. Сейчас многие фонды продолжают работу по деинвестированию из водородных активов. Это очень важный фактор для развития инвестиционного сообщества. И последний, наверное, фактор, не знаю, насколько он более важный или менее важный, он, наверное, наравне. Дело в том, что в 2016 году Китай был председателем Большой двадцатки и было принято решение об организации рабочей группы по зеленому финансированию. Ну, для Российской Федерации это был некий такой легкий шок, потому что в самом начале 2016 года была созвана рабочая группа, куда вошли многие финансовые российские институты и крупнейшие компании, и банки, и вопрос, на который, в том числе мы, как ВВФ, пытались ответить. Собственно, вопросов было два. Первое, что такое зеленые финансы, а второе, стоит нам в этом участвовать или нет. И я очень рад, что эта инициатива получила активное развитие и таким вот самым пионером, который прорубает действительно дорогу в область зеленого финансирования, это Нагди. И мы им безмерно благодарны, потому что это тот мощный тактор, который с профессиональной точки зрения, имея репутацию на финансовом рынке, имея репутацию у регуляторов, они могут это делать. Вот, мы рады с ними сотрудничать. Если говорить про методику, то мы, собственно, хотели посмотреть, а что происходит в банковском секторе у нас в России. Мы взяли топ банков по капиталу и включили туда те банки, у которых был опыт взаимодействия с международными организациями, ну, например, такими, как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, будь то через специализированные проекты, либо через схождение в капитал. Мы разбили исследования на две части. Первая касалась того, что мы смотрели документы, которые находятся в открытом доступе. Что есть, какие ссылки и прочее, и прочее. Вторая самая сложная часть заключалась в структурированном интервью с банками. То, что мы хотели получить, это как банки раскрывают информацию о своей деятельности, как и что является приоритетом для их инвестиций, как они видят вообще устойчивое развитие или зеленое финансирование в своей деятельности. И тут, наверное, был вопрос, да, видим или нет, не видим. Это была сложная история. Если говорить про структурированный интервью, то мы обращали внимание на, грубо говоря, на 7 пунктов. Это смотрит банк на экологические риски или нет. И тут маленькая деталька, он смотрит с точки зрения соблюдения российского законодательства или это что-то большее. Второе. Не финансовые факторы включаются в оценку проектов или нет. Речь идет о про социалку, про корпоративное управление в рамках компании, которые выдаются в кредит или куда входит в капитал банк. И то же самое касается экологических вопросов. Третий пункт – это банковские процедуры. Ну, здесь мы апеллировали, наверное, к практике международных банков развития, у которых есть практики категоризации проектов с точки зрения потенциальных рисков социальных и экологических. Вот нам было интересно, такие практики есть в банках или нет. Отдельный пункт – это банковские продукты. Да, у кого-то, да, мы нашли такие банки, у которых есть специальные продукты, заточенные, например, на энергоэффективность. Вот. Эти кейсы интересны, потому что по факту они являются уникальными, но они очень легко реплицируемы в разных регионах и в разных банковских секторах. Пятый пункт – это есть ли программы обучения или какой-то информированности сотрудников в части устойчивого развития и ответственного финансирования в банковском секторе. Шестой пункт – это привлечение зеленого финансирования, но это как раз та штука, которая касается зеленых бандов. И последний пункт – мы хотели узнать у банков с точки зрения регулирования. Есть какие-то пробелы, что нужно менять, или регуляторика, она вполне понятна и доступна. Как-то так. То исследование, ссылка она будет в самом конце. Камеральное исследование мы закончили в июне 2019-го, интервью и обратная связь закончилось в ноябре 2019-го. Мы, конечно, очень хотели все это закончить раньше, но банковский сектор, он сложный, он очень закрытый. Из хороших новостей можно сказать, что после завершения исследования как минимум к двум инициативам подключились то, чего не было на самом деле в исследовании, у нас там везде стояли нули. В конце 2019-го года два банка коммерческих подключились к двум международным инициативам, это ЮНОПФА и Глобальный договор. Дисклеймер. Что не входило в исследование? Это институты развития, потому что нельзя сравнивать институты и банки развития с коммерческими банками. Мы не оценивали программу благотворительности, мы смотрели только на банковский продукт. Мы не оценивали качество портфеля. Это тоже не входило в нашу задачу. Мы смотрели есть или нет. И, естественно, мы не смотрели на оценку качества отслуживания банками клиентов. Та методика, которую мы использовали, мы хотели посмотреть на то, как банки соотносятся к разным категориям финансовых институтов. Есть классическая категоризация на четыре части защитные, это когда любая новая история рассматривается как риск. Примитивное поведение банка – это появляются какие-то новые требования со стороны условно регулятора или рынка, и мы пытаемся минимизировать свои затраты на то, чтобы следовать этим требованиям. Наступательная тактика – это попытка извлечения прибыли посредством разных инструментов. Да, появилась возможность, мы пытаемся на нее скачать. И устойчивая стратегия – это когда мы полностью интегрируем принципы устойчивого развития в наш бизнес-процесс, мы не рассматриваем это как некое административное обременение, это является частью нашего бизнес-процесса, мы коммуницируем это клиентам, в том числе и с точки зрения, что если вы не разделяете наши ценности с точки зрения устойчивого развития, то, возможно, вы не являетесь нашим клиентом. Это очень тонкий лед, потому что банки в защитном секторе, да, всякие истории с устойчивым развитием рассматривают как риск, что от нас уйдет клиент, банки в секторе устойчивого развития, наоборот, делают некую селекцию для своих клиентов, и они не готовы брать на себя риски с теми клиентами, которые не разделяются. Слышно? Алло. Раз, раз, раз. Все отлично, да. Да, значит, наверное, пропал на части результатов. Первое – слабая осведомленность информирования сотрудников банков о том, что такое устойчивое развитие вообще как-то связано с банковским сектором. Это печально. Вторая история – это тоже разочаровывающее. Банки не готовы идти на контакт в части подобного рода исследований. Тут не суть важно, кто проводил исследования, хотя, в общем, команда создалась очень такая мощная. Нам помогал Европейский университет в Санкт-Петербурге. Очень мощная история. И аналитический центр национального рейтингового агентства. Мы благодарны нашим коллегам, что они помогли нам провести это исследование. Но банковский сектор продолжает оставаться относительно закрытым. У банков нет системного подхода к интегрированию принципов устойчивого развития. Но это, собственно, связано с отсутствием понимания, что это вообще за зверь такой. Но, естественно, нет подразделений и во многих банках, в большинстве банков, наверное, за исключением двух, нет каких-то специализированных подразделений, практик и процедур, которые отвечают за устойчивое развитие. Самые закрытыми остались госбанки. Тут вопросов нет. Самые открытые – это частные банки. И это очень круто на самом деле. Мы очень рады, что у нас получилось наладить контакт с частными банками. Самое большое разочарование – это банки, которые входят в международные финансовые корпорации. Все уходит на уровень штаб-квартир. Российских компетенций практически нет. Только один банк начал что-то делать в этом управлении. Все остальные банки, входящие в международные финансовые корпорации или группы, в России нет ничего, все уходит на уровень европейских или иных штаб-квартир. Сложная история. Собственно, мы определили две стратегии у банков. Первая стратегия касается того, почему нужны стандартные процедуры, а вторая – почему не нужны стандартные процедуры. Про первую я уже сказал, если банк считает, что он должен говорить с клиентом на одном языке, если для банка важна история устойчивого развития, то он либо должен обучать клиента, и они найдут общий язык, либо им не по пути. Вторая стратегия, почему не нужны стандарты, я тоже про нее говорил, это риски, если я включу какие-то дополнительные опросники и прочие процедуры, клиент может от меня уйти. Что является более эффективным с точки зрения бизнес-процедур, сказать не могу. Мне больше нравятся первые, конечно же, потому что вторая, она менее устойчива в долгосрочной перспективе, и там однозначно будут теряться клиенты. Нам абсолютно понятно, что нужна образовательная история с банками, нужно создавать типовые зеленые продукты, примеры есть, вопрос, как их расширить на сектор. И, конечно же, банкам, которые входят в международные банковские группы, ребята, нужно затаскивать компетенции внутрь России. Есть целый ряд рекомендаций регулятору, да, это и постановка задач для банков, куда входят регуляторы в качестве акционеров, и обязательно стресс-тест на существенность экологических и климатических рисков, они недоцененные для Российской Федерации, к великому сожалению. И это требования по резервированию, и это, естественно, опыт международных институтов. Часть из них ушло из России, часть, наоборот, пришло, как Азианский банк инфраструктурных инвестиций. Но, тем не менее, это все нужно делать. Вот здесь есть ссылка на само исследование. Я, по-моему, заговорился, прошу прощения. Буду рад ответить на вопросы. И все. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил. Вот я вижу, появился первый вопрос. Какова реакция банков на исследование? Михаил, наверное, вы лучше ответите. Хороший вопрос. Реакции разные. Госбанки, конечно, немножко обиделись. Но у них начинается, видимо, такой виток развития именно зеленого. Они стараются особенно не комментировать исследования, но как минимум два банка, с которыми я общался за последние пару месяцев, они заявили, что для них зеленая тематика становится приоритетом. Банки частные, они заявили, что им интересны истории, про образовательные программы. То есть, с одной стороны, они видят, что растет какой-то странный рынок под названием ответственное финансирование. С другой стороны, начинаются какие-то исследования независимых организаций, независимых от банковского сектора организаций в области ответственного финансирования. И есть некий провал в части знаний и компетенций. И это мы тоже видим. Поскольку в нашем исследовании было довольно много цитат и кейсов, на них идет реакция даже не столько со стороны банковского сообщества, сколько от отраслевиков. Мы там перечисляли и переработку электроники, например, и газомоторное топливо, и электромобили, и программы по энергоэффективности, и банковский сектор начинает этим интересоваться. Это хороший признак. Но, как я уже сказал в своей презентации, банковский сектор, он крайне консервативен, медленен, зарегулирован как внутри, так и снаружи. Но мы очень будем пытаться расшевелить этот сектор. Вопросы. Следующий вопрос. Как банки могут выбирать клиентов по критерию зелености, проверять законность денег или что имеется в виду? Ну, я могу начать отвечать на этот вопрос с нашей стороны. Конечно, законность денег – это отдельное направление. Ну, в России под ФТ в международной практике IML Compliance практика разработана, автоматизирована, является отдельной большой головной болью для банков. Они ее хорошо знают. А критерии зелености, ну, от тебя могу сказать, что на следующем вебинаре как раз будет практический кейс банка «Центринвест», у которых уже много лет выстроен процесс определения критерий зелености конечных клиентов, заемщиков. Ну, и существует много наработанных международных практик в этом направлении. Там исключение определенных секторов, by default, что называется, либо выставление определенных критериев к оборудованию. Ну, вот, Михаил, есть ли у вас что добавить по второму вопросу? Простите, второй вопрос про что? Критерии зелености клиентов, банков, что имеется в виду? Смотрите, главная проблема заключается в том, что у нас критерия в зелености в Российской Федерации нет вообще, в принципе. Поэтому те процедуры, про которые я говорил, речь идет о категоризации самих проектов. Да, вот классический процесс, он делит проекты на три части. А, Б, С. А, где социальные и экологические риски очень велики. Да, там, условно, нефтеразливы, промышленные выбросы, перемещение людей, подвенчение доступа к каким-то ресурсам. Б, когда риски есть, но они не критичны. И, С, когда рисков нет. Насколько я понимаю, сейчас идет работа в Российской Федерации, ну, по крайней мере, попытка сделать некую таксономию того, что является зеленым, что не является зеленым. Вот. Нас интересует не только зеленая, несмотря на то, что мы природоохранная организация, нас интересует устойчивая, потому что нас интересует вовлеченность местных сообществ и так далее, и тому подобное. Поэтому те критерии, на которые мы сейчас опираемся, они, наверное, в большей степени коррелируют с подходами международной финансовой корпорации и тем, что было принято Европейским банком реконструкции и развития. Это в части политик, если мы говорим про банковский сектор. Таксономия – это совсем другая история, более широкая. И в банках развития сейчас действительно, вот буквально за последние два года, произошли тектонические сдвиги. То, что происходит, то, что принимается на уровне банков развития, ИБРФ, АФСИ, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, новый банк развития, Банк БРИКС, так или иначе переползет в сектор коммерческого банкинга через 5-7 лет. Поэтому на это нужно смотреть и по возможности смотреть, где есть риски, где возможности. Поэтому в части зеленой и в части устойчивости мы смотрим пока туда. Таксономия – это отдельная штука. Она очень огромная, очень большая и пока, к сожалению, не очень подъемная для Российской Федерации. У нас есть еще один вопрос неотвеченный. Это вопрос относительно вашей пессимистичной прогнозы по поводу отношения банковского сектора к ОСКУ из G-тематики. 2016 год стал для него шоком. И ваши прогнозы по озеленению государственного банкинга, особенно с учетом текущих COVID-рисков. Этот вопрос, наверное, тоже к вам, Михаил. Круто. Да, спасибо за вопрос. Очень сложный вопрос. Риски есть. Смотрите, здесь нужно, наверное, упомянуть два, даже несколько, не два, больше факторов. Фактор номер один – это возможность привлечения средств извне. Для банкинга это тоже важно. Инвесторам не только на Западе, но и на Востоке, в том числе и в Китае, и в Корее, мне все равно, куда они вкладываются. И я неспроста про 2016 год упомянул рекомендации BlackRock. Да, это тот мейнстрим, куда инвестиционный и финансовый сектор пойдет. Поэтому без этого российскому финансовому сектору никуда не деться. Пункт номер два – это национальные проекты. В национальных проектах зашито очень много экологии и очень много социальных вещей. Без этого тоже никуда не деться, и это нужно, а, считать, б, искать свою нишу в этих проектах. Пункт третий. Здесь, наверное, я немножко процитирую предыдущий вебинар, который был с Московской биржей. Каясь, я не все прослушал, но штука в том, что на бирже было размещено несколько зеленых облигаций, и если посмотреть на структуру заявок, то там совершенно хеерическая история всплывает. Там огромная доля – это частные инвесторы. Да, там появляются еще и иностранные инвесторы, потому что зеленая тематика, она интересна для иностранцев. Но на мой взгляд более интересна история с физиками. Физическим лицам, у которых есть деньги, которые работают на бирже, им не все равно, куда они вкладываются. Это то, что мы формулируем, как мы, как вы, некая такая история, рубль плюс. Можно не только то, что ты покупаешь, а какая история за этим стоит. И то, что, по крайней мере, по двум облигациям, в одном случае, по-моему, 18%, в другом более 30%, это были физики, и это говорит о том, что есть тектонические смещения в инвестиционных интересах физических лиц. И это, на самом деле, огромный потенциал, в том числе и для банковского сектора, что вы можете предложить для своих крупных индивидуальных клиентов. Спасибо большое. Михаил, вы меня слышите сейчас? Да, да, да. Да, отлично. Вот у нас появился еще один вопрос. Я думаю, мы сможем на еще один ответить. Сектор устойчивого развития есть на московской бирже, и даже были рассчитаны перспективы озеленения в рамках надпроекта экологии, но согласитесь, в отсутствие стандартов и легитимизации критериев зелености, я так понимаю, не до конца. Вопрос задан, но сложно его развивать. Могу додумать. Ну, понятный вопрос, это курица и яйцо, к великому сожалению. Мы видим, что было несколько размещений, пионерами были ребята в области управления отходами, когда вообще никакой секции не было. И, насколько я помню, именно Рейхс делал заверение этого выпуска, и это на самом деле было очень круто, потому что есть энтузиазм, есть желание, и люди туда идут. Можно все, конечно, зарегулировать. Отсутствие таксономии, да, является неким ограничением для условно-массовых выпусков, но это не является непреодолимым препятствием для такого рода выпусков, потому что мы видим, и Центринвест выпустился, и в области солнечной энергетики есть проект, и в области зеленой недвижимости есть проект. Тут вопрос фантазии готова брать не столько риски, сколько делать действительно что-то новое, потому что зеленое в России пока это действительно новая история. Еще такой момент, у нас в истории, как я уже говорил, в презентации, были реальные кейсы абсолютно зеленых проектов. Это низкоуглеродное развитие, это энергоэффективность. Вот Максим Титов из Европейского университета не даст соврать, он во всем этом деле принимал участие. Это не про благотворительность, абсолютно. Это зеленая история, которая приносит прибыль. И это, наверное, один из самых важных посылов, которые я хотел бы вот сегодня дать. Зеленое – это выгодно. Это создает новые рабочие места, это создает новые возможности, это создает новую стоимость и гораздо более устойчивую, чем ресурсные сектора. Спасибо большое. Во-первых, напоминаю, что вы можете всегда подписаться на наш телеграм-канал RayxAstonability, где указаны все вебинары. В ближайшее время, 13 мая, состоится вебинар с участием банка «Центр Инвест». Мы продолжим тему устойчивого банкинга и всех участников, в том числе, сегодняшнего вебинара из числа банков. Я предлагаю, кому есть что рассказать о своих практиках в своих банках, пожалуйста, не стесняйтесь писать нам напрямую. мы открыты для новых интересных практик. И отдельное спасибо я, конечно же, хотел сказать сегодняшнему спикеру Микаилу Бабенко. Он, в общем, выступил с, на мой взгляд, таким начинающим наш цикл вебинаров фундаментальным исследованием и надеюсь, что это исследование будет продолжаться и число банков в нем участвующих будет расширяться и банки будут становиться открытия, в том числе Косбанки. И, наконец, наш восьмой вебинар, как я сказал, будет 13 мая и, помимо этого, хочу напомнить всем участникам сегодняшнего вебинара, что, помимо всего прочего, мы проводим также вебинары на тему кредитных рисков. Ближайший будет посвящен кредитному рейтингу Грузии. Он состоится 28 мая на английском языке. для иностранной аудитории, конечно, приглашаем и русскоязычную аудиторию на этот вебинар, а 29 мая на русском языке состоится отдельный вебинар на тему кредитных рейтингов банков по международной шкале и то, как мы видим сейчас риски банковского сектора страны СНГ на фоне разворачивающегося кризиса. Уважаемые коллеги, еще раз вам огромное спасибо, будем рады видеть вас на следующих вебинарах. все